За прошедшую неделю госавтоинспекторы зарегистрировали пять ДТП с материальным ущербом. Из них два ДТП с пострадавшими. В районе дома номер 20 по улице Зернова водитель автомашины Черри Тиго двигался по второстепенной дороге и при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу ВАЗу 2106. В результате столкновения водитель отечественного авто получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась. Следующее дорожно-транспортное происшествие произошло у нас 22 числа. У дома 7 по проспекту Музруково, где водитель мужчина, 99-го года рождения, управлявший автомашиной Датсун, при повороте налево вне перекрёстки не уступил дорогу транспортному средству Ниссан Кашкай под управлением женщины 62-го года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший автомашиной Датсун, получил телесные повреждения. Весна уверенно вступила в свои права. Снег в некоторых местах почти растаял. И, как обычно, на дорожном полотне обнажились ямы и выбойны. Сейчас это наиболее опасное явление на дорогах. При неосторожности и несоблюдении скоростного режима можно попасть в дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ГИБДД в очередной раз обращают внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие произошло у нас в прошлой неделе на улице Димитрово. Там велись дорожные работы, то есть по укладке асфальта. Были выставлены также дорожные знаки, которые предупреждали водителя о проведении дорожных работ. Но водитель, тем не менее, проигнорировал данные дорожные знаки, не соблюдал дистанцию, скоростной режим для впереди движущего транспортного средства. Для избежания столкновения водитель съехал на обочину. Его автомобиль опрокинулся. Госавтоинспекторы выявили 263 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Из них четыре водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.